5 настроек, которые ты обязательно должен сделать в своей камере Sony сразу же после покупки. В твоей камере столько возможностей, которые многие не пользуются и очень зря. Более того, можно сильно упростить себе жизнь нажатием пары кнопочек, а некоторые настройки так и вообще нужно обязательно выставить, чтобы камера нормально работала. Многие этого не делают. Так что быстро, без воды настроим твою камеру и спасем твои нервные клетки. Меня зовут Станислав Аванецкий, погнали! Ну а спонсор сегодняшнего показа это ваша старая шапка с катышками. Очень полезная вещь для фотографа. Например, если вы не хотите использовать специальную фотосумку, которая в обычной жизни, ну прям неудобная, а хотите ходить с обычным рюкзаком или простой сумочкой, чтобы камера не поцарапалась, не разбилась, просто положи ее в шапку. Да и в целом, в отличие от фото рюкзака и фотосумки, на которой прям написано, у меня с собой техники на полляма, обычная сумка с шапкой внутри не привлекает внимания у воришек. А еще можно посадить модель на холодное место, попа не замерзнет. Или, например, посадить модель на что-нибудь грязное, попа останется чистой. Старую шапку с катышками абсолютно не жалко. В общем, старая шапка с катышками в любом доме в шкафу на дальней полке. И напоминаю про скидки на мои курсы по фотографии, на смартфон, на фотоаппарат. Под этим видео хочешь прокачаться, да, обязательно ознакомься. Больше 15 тысяч человек оценили и пользуются с удовольствием, полезными знаниями, что подчеркнули при обучении у меня. Курсы все очень подробные, с обратной связью лично от меня. Обязательно загляни в мой телеграм-канал с кучей полезных материалов, всякие фотоновости. Конечно же, там есть фотографии без цензуры. В общем, все ссылочки будут под этим видео. Обязательно зацени. Итак, настройки камер Sony для фотографий, которые просто необходимо знать и которые заметно облегчают жизнь. В конце пара важных настроек для видео, так что досмотреть видео до конца. Так как у новых камер Sony меню новое, я буду называть его меню 2.0. Это, например, такие камеры, как A7-4, A7-R5, A6-700 и так далее. И до сих пор еще очень много актуальных камер со старым меню. Это второе обновление было. Будем называть его меню 1.0. Например, такие, как Sony A7-3, A9-2, A6-400. Поэтому я буду выводить на экран два варианта. Если для старых меню такая возможность есть, такая экранная строечка, я тоже туда буду выводить. А про меню самое первое, вот это вот, которое A7-2, A6-1000 и так далее, смысла, думаю, уже говорить никакого нет. И да, сокращения в русском меню у Sony, они просто кончены. Вот эти все кры-пыр-мыр-пыр-пыр-пыр. Это просто жесть какая-то. Мне кажется, Sony в меню придумали какой-то новый язык, понятно, только им. Это как, знаете, тот мем с монстром, который для Икеи придумывает название. Ну и, короче, ржака. В общем, рекомендую всем английское меню. Сейчас покажу основные настройки. А если интересно, как камера настроена лично у меня, в самом конце видео оставлю запись всех моих настройок. Значит, первым делом рекомендую перенастроить кнопочки. И начать именно с ISO. Обычно для ISO на колесике управления есть запрограммированное нажатие вправо на колесико. Нажал, и только тогда начинаешь крутить ISO, и оно начинает меняться. ISO у многих параметр очень востребован. То есть приходится часто им пользоваться, да, и его крутить. И тратишь время на то, чтобы нажал, выбрал и так далее. То есть, чтобы активировать ISO, это просто пустая трата времени. Поэтому заходим в меню настройки, настройки операций и настройки пользовательских клавиш. Там выбираем странное название заднее 2, и там будет колесо. И это колесо, оно всегда абсолютно ничем не запрограммировано. Поэтому ставим на него ISO. Это сильно ускорит оперативность выставления настроечек. Это если у вас 3 колесика у камеры. Например, это какие-то как А7-3, А7-C2, А7-4. То есть там 3 колеса, и вам удобно всеми параметрами ISO выдержкой диафрагмы управлять. И поэтому там проблем нету, да. Но если у вас камера с двумя колесиками, например, старые вот эти вот, А7-C первая версия, А6-400, там всего лишь 2 колесика. И тут, конечно, уже придется мучиться, либо под себя подбирать какой-то определенный алгоритм, Который удобен непосредственно конкретно вам. Идем дальше. Цвет курсора фокусировки. По умолчанию он белый. И его плохо видно, и тупо иногда просто не понимаешь, куда он убежал. Приходится время тратить то, чтобы понять, где у тебя вообще фокусируется. Но мы можем это поменять и изменить цвет на заметный красный. И это очень упрощает, ускоряет съемку. К сожалению, в старом меню такой функции нету. А вот в новом заходим в меню, фокус, область фокусировки, цвет рамки, фокусировки. И меняем его на красный. Так, а теперь очень важная часть для всех камер Sony. Очень рекомендую перенастроить под себя меню настроек, вызываемой клавишей FN. Та самая быстрая кнопочка FN, которая вызывает бы что-то менюшку. Когда нажимаешь ее, она находится возле дисплея. По умолчанию она просто бесполезно настроена. Поэтому рекомендую вывести туда очень важные функции, доступ к которым необходим прямо очень часто и очень быстро нужно, чтобы их было менять. А таких функций, как ни странно, ну очень много, да. Заходим в меню настройка, настройка операции, настройка меню FN. И в меню 2.0 очень удобно сделано, наглядно показано, где какая функция находится, чтобы ее поменять. В старом меню F1.0 просто, не знаю, там, как бы, кто это делал, но тем не менее, там написано первый там сверху, задний слева. Ну, то есть, как бы, более-менее понятно, но, блин, конечно, логика страдает. В общем, по умолчанию там выбор автофокуса и так далее и тому подобное, все это у вас и так выведено на кнопке на корпусе. Зачем их дублировать, совершенно непонятно. Например, чтобы улучшить фокусировку в темноте, есть такая настройка, называется привод диафрагмы. Что это обозначает? Камера обычно всегда показывает вам в реальном времени глубину резкости. То есть, если вы закрыли диафрагму, то она у вас закрыта на F8. И она так всегда и будет закрыта на F8. Когда вы снимаете, фокусируетесь, кнопочку спуска нажимаете, она всегда у вас стоит F8. Чтобы вы видели, что будет резким, а что нет, чтобы могли полностью оценить глубину резкости. Ну, если темно и у вас закрыта диафрагма, камере тоже темно и тяжело фокусироваться. Поэтому, если темно, переведите привод диафрагмы AF в режим приоритета фокуса. И тогда фокусировка гораздо будет быстрее происходить. Например, в студиях, когда у вас тусклый свет или где-то в очень темном помещении находитесь, короче, в этих ситуациях очень сильно вас может спасти. В остальное время, короче, она всегда будет у вас открыта. То есть, вы будете закрывать ее только тогда, когда она у вас соответствующим образом на кнопочку нажимаете. Очень удобно. К сожалению, в старом меню такого нет. Только в новом меню 2.0 она там есть. Обязательно пользуйтесь. Также у вас там есть такой пунктик, там, не знаю, там фокусировка, например, стоит, да, FN. Вместо нее поставьте, например, Live View. Он отключает имитацию экспозиции. То есть, камера перестает показывать, светлее или темнее становится, когда вы меняете настройки. Режим очень полезен в студии, где дешевые китайские синхронизаторы. Или синхронизаторы неродной для вашей камеры. То есть, снимая со вспышкой, диафрагма его закрыта. И соответствующим образом картинка становится черная, темная. И если камера не понимает, что в горячем башмаке синхронизаторы, то экран у вас тоже будет темный. То есть, ты увидишь только то, что у тебя получится, когда ты сделал кадр. А до того, как ты делаешь кадр, экран будет просто черным. Снимать просто невозможно. Поэтому Live View выключаете и спокойно можете снимать. Только потом не забудьте его включить. Также выведите сюда же съемку в электронном затворе. Это когда выключен механический затвор, и камера не издает звуков при съемке. В новых камерах он так и называется, электронный затвор. В старых называется бесшумный режим. В новых камерах тоже есть такая функция бесшумный режим. Она выключает не только затвор, но и выключает все сигналы. Там пиканье, подтверждение автофокуса и так далее и тому подобное. Важно помнить про то, что в режиме электронного затвора не будет работать вспышка. То есть, при такой ситуации, когда вы поставили электронную шторку затвора, то есть, механическая не срабатывает, то есть, любая вспышка не будет работать. Любой вспышке нужен механический затвор. Поэтому электронный затвор надо будет выключить. Это не касается камер Sony A1 или Sony A9 Mark III. Эти могут в любых затворах сфотографировать. Также важно помнить, что в режиме электронного затвора с любой выдержкой, какая бы короткая замораживающая выдержка ни была, быстро движущиеся объекты могут смазаться в движении. Это, опять же, не касается всех версий A9 и A1. Также обязательно отрегулируйте виды отображения информации на экране при помощи нажатия кнопочки Disp, Display. То есть, нажимая на эту кнопку, у вас на экран выводит разная информация. А соответствующим образом и видов этой информации, ну, просто, не знаю, куча. Естественно, большинство этих самых видов вам не нужны абсолютно. Поэтому вы много нажмакайте, нажмакайте, нажимаете, пока не найдете нужный режим отображения информации на дисплее. То есть, на это приходится тратить очень много времени. Поэтому, собственно говоря, на практике нам нужно только два режима. То есть, это показать всю информацию, не показывать вообще никакой информации. Ну, может, кому-то еще будет важен электронный уровень. То есть, заходим в настройки, настройки операции, настройка Disp и отображение экрана. И убираем все, что нам не нужно. И еще одна вещь, которая очень экономит время, но многим почему-то эту вещь игнорируют. У всех производителей есть в меню пункт «Избранное». Чтобы вы не искали очень долго, не ковырялись по всему меню, в разных частях меню, нужные пункты. Вот, то есть, условно говоря, очень рекомендую его настроить. То есть, вы вносите туда реально необходимые пункты меню, например, яркость дисплея. Когда снимаете, например, в темноте, а дисплей у вас фигачит на максимальной яркости, вам кажется, что фотография у вас получилась, ну, светлая, нормальная. А по факту она получается темной. И вы это увидите только, когда вы придете домой и поставите флешку в компьютер. Соответствующим образом, если у вас эти все пункты в «Избранном» воткнуты, вы можете быстренько в них заходить и менять нужные вам настройки. Если у вас камера со старым меню, закиньте в быстрое меню пункт «Отправить на смартфон», потому что в новых камерах вы по умолчанию ничего не надо нажимать, просто в смартфоне нажимаете «Зайти в камеру» и все происходит. В старом меню, в старых камерах, нужно было непосредственно в этот пункт зайти и включить его, чтобы вы могли быстренько на смартфон сбросить. Также владельцам старого меню полезно будет закинуть пункт «Настройка записи носителя» для выбора, какие файлы, в какую флешку вам нужно записывать. Например, основные RAV на первую флешку, а Backy и JPEG в меньшем разрешении, например, на вторую вы записываете. Также подсветка автофокуса. Она в темноте фигачит оранжевым, иногда это нужно, иногда нет. Закиньте тоже в быстрое меню, чтобы в нужный момент не долго не искать, а просто быстренько ее отрубить. То есть в целом пройдитесь по меню и закиньте туда то, что вам реально часто нужно. В конце видео смотрите, как это сделал я, как вы себя настроил. Поверьте мне, это сэкономит очень много нервов и сильно ускорит вашу съемку. Бонусом про видео. Настроек очень много, конечно же, и на это целое отдельное объемное видео может уйти. То есть как снимать видео. Но я бы выделил два стопроцентно важных пункта, которые надо поставить каждому вне зависимости. Специализируйтесь вы на фото или на видео. Первое – это температурный режим. Рекомендую его повысить, так как камера при нагревании слишком рано включает камеру, сигнализируя перегрев, очень уж осторожничает. Поэтому в желтом меню настроек ищем опции настройки питания. Температура автоматического выключения питания. Называется Temp-Aft-Wick-Pit. Если ты сломаешь, поставьте там высокий. Так перегрев в вашей жизни станет гораздо меньше. То есть камера будет менее чувствительна к перегреву. И второе – это максимально заметный индикатор, что запись видео началась и идет. Потому что старые, вот это стандартные красненькие мини-маленькие точки, буквы REC внизу, да, написано в самом-самом внизу, незаметно, да. То есть бывает такое, что снимаешь в движении, кнопку нажал так, что она не дожала до конца и запись не пошла. Или нажал, пережал, типа включил и сразу же выключил. И попер снимать, не записывая на карту памяти, да. То есть это просто боль, боль. Поэтому есть вариант индикации не буквами, а большой красной рамкой по всему экрану. Такое точно не пропустишь. Поверьте мне, хотя бы раз, но вашу жопу это точно спасет. К сожалению, в старом меню такого нет, а в такой возможности. А вот в новом, для начала переведите камеру в режим видео, иначе этот пункт не появится. Заходите в меню съемки, красное, отображение съемки. И там будет написано в зап-выд отображение, то есть записанное в мае видео отображение, ставим включено. В общем, такие дела. Напоминаю, подробнейший курс по фотографии на фотоаппарат со всеми аспектами и тонкостями, которые должен знать каждый, есть под этим видео. Напишите мне видео у вас на YouTube и получите скидку. В общем, подписывайтесь на канал, лайк, если было полезно и интересно. До встречи в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok